Добрый день! Я работаю методистом в Рыльском доме детского творчества в Курской области. Дополнительное образование детей является одним из важных звеньев системы непрерывного образования. Это самостоятельный и самоценный вид образования. Взаимодействие семьи и организации дополнительного образования, в отличие от школы, имеет свою специфику. Отношения между обучающимися, их родителями и педагогами в Рыльском доме детского творчества построены на основе свободы выбора. Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий семьи и других социальных институтов. Педагогов дополнительного образования и родителей объединяет забота о здоровье и развитии ребенка. Цель такого взаимодействия – создание атмосферы доверия и личностного успеха совместной деятельности. Задача сотрудничества с родителями – это установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося, объединить усилия для полноценного развития и воспитания, создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. Старый афоризм гласит, самое сложное в работе с детьми – это работа с их родителями. Семья была, есть и, по-видимому, всегда будет важнейшей средой формирования личности и главнейшим институтом воспитания. Система семейного воспитания в последнее время претерпевает значительные изменения. Известно, что состояние современной семьи обусловлено рядом негативных факторов. Произошло разрушение статуса семьи, как воспитательного института. Даже во внешних вполне благополучных семьях отсутствует взаимопонимание между супругами, детьми и родителями. А в современных условиях, в силу целого ряда причин, семья становится одним из основных объектов внимания общества. Это объясняется тем, что чем сильнее обостряются проблемы семьи и семейных отношений, они требуют для своего разрешения все больше усилий, так как от их решения, от этих решений, проблемы этих, зависит будущее страны. В процессе развития ребенка педагогика выделяет три сферы – образование, семью и социум. Система дополнительного образования детей является одной составляющей сферы образования, что определяет необходимость для педагогов дополнительного образования не только учитывать в своей профессиональной деятельности влияние всех факторов, определяющих становление личности, но и по возможности создавать условия для их содержательного партнерства. Семья представляет для человека психологическим убежищем от столкновения с внешней средой, местом становления духовных сил, эмоционального равновесия при стрессовых ситуациях, чтобы вырастить полноценного человека, культурного, высоконравственную, творческую и социально зрелую личность, необходимо, чтобы педагоги и родители действовали как союзники, делились с детьми своей добротой, опытом, знаниями. Жизнью доказано, что отсутствие любви и неумения хвалить и поддерживать своего ребенка – главная ошибка семейного воспитания. Главными компонентами семейного воспитания выступает климат семейного воспитания, это традиции, уют, отношения, режим семейной жизни и содержание деятельности отца, матери, дедушки, бабушки, детей. Меняется роль и место родителей в образовательно-воспитательном процессе дома детского творчества. Актуальными становятся взаимодействия семьи и ДДТ в интересах развития личности ребенка. В сотрудничестве с родителями педагоги видят большие воспитательные возможности. Многие семьи страдают от трудно-социально-экономической ситуации. Изменились и качества самой семьи, прерывалась преемственность традиций. Родители нередко проявляют неграмотность в вопросах развития и воспитания. Причинами семейных проблем становятся не только социальные трудности, но и неблагоприятный психологический климат. Неумение строить внутрисемейные отношения, нанося значительный вред духовному и психологическому развитию становления личности ребенка. Главное предназначение семьи и любого образовательного учреждения – это становление личности. Оно состоит из вдохотворения подрастающего поколения, в раскрытии человеческих способностей и качеств, при общении к высшим духовно-нравственным ценностям. Без помощи семьи ни одно образовательное учреждение не может обеспечить высоких результатов воспитания. В этом контексте семья по отношению к учреждениям дополнительного образования выступает уже не только как потребитель и социальный заказчик, но и, это очень важно, в роли партнера. Главное назначение семьи – это воспитание детей. Семья – это персональная среда жизни и развития ребенка, качество которой определяется рядом параметров. Социально-культурный параметр зависит от образовательного уровня родителей и их участия в жизни общества. Социально-экономический параметр определяется имущественными характеристиками и их занятостью родителей на работе. Техникогенический – зависит от условий проживания, оборудования жилища, особенностей образа жизни. Демографический – определяется структурой семьи. В какую бы сторону развития ребенка мы ни взяли, видно, что решающую роль в его эффективности на любом возрастном этапе играет семья. Создание союза трех социальных сил – педагоги, дети, родителей – один из актуальных вопросов сегодняшнего дня. В Доме детского творчества большое внимание уделяется формированию позитивного имиджа семьи, развитию пропаганды семейных ценностей и традиций, повышению социального статуса семьи. Отзывы родителей о работе Дома детского творчества, анкетирование родителей, общение с родителями на родительских собраниях, результаты бесед педагогов с родителями дают возможность учитывать их позицию при организации работы, выборе форм и направлений деятельности. Поэтому не случайно каждый родитель – желанный гость в творческих объединениях. Их мнения, пожелания, оценочные суждения учитываются педагогами при организации работы семьи. Воспитательная работа по сотрудничеству с семьей обеспечивается методически. В число используемых методов воспитания мы относим методы формирования сознания личности, это формирование убеждений, взглядов, идеалов, беседы, лекции, личный пример для взрослых, методы организации деятельности и формирования общественного поведения, общественное мнение, поручения, создание воспитательных ситуаций, методы стимулирования поведения деятельности, соревнования, поощрения, благодарность, одобрения, методы самоконтроля и самооценки, педагогическое наблюдение, анализ результатов деятельности, психологические опросники, метод по степени самостоятельности мышления детей, частично поисковый. Главными функциями семьи являются воспитательная, здоровительная, духовно-нравственная, познавательно-образовательная, бытовая, трудовая, культурно-просветительская, досугово-творческая, охранно-защитная. Взаимодействие семьи и Дома детского творчества направлено на активное включение родителей в учебно-воспитательный процесс, досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. Дома детского творчества